У биглей удивительная история. От головокружительных взлетов к королевским тронам, до практически растворения в небытии. Слава богу, что ценители породы остались и не позволили ей исчезнуть. Титанические усилия заводчиков в разных странах вернули нам этих чудесных собак, и благодаря этим энтузиастам веселые цветные бигли стали лучшими друзьями миллионам людей по всему миру. Бигль совершенно справедливо попадает в списки самых обаятельных собак. Эта порода, несмотря на суровое охотничье прошлое, давно перешла в ранг активного, чуть взбалмошного, но крайне любвеобильного компаньона, готового радовать хозяина 24 часа в сутки. Многие судят об этих шустрых добряках по первому впечатлению, но оно нередко бывает ошибочным. Бытовые повадки бигля и его поведение с окружающими потребуют от человека терпения и готовности к длительному воспитанию. Взаводя породу в квартире стоит помнить, что даже взрослый уравновешенный пес отличается громким лаем. Сворная генетика заставляет породу подавать голос по малейшему поводу, к чему быстро привыкнет владелец, а вот соседи по этажу вряд ли оценят такую активность. Отношение бигля к детям близко к идеалу, если бы не легкомысленность наравне с природным упрямством собаки. Человеческого детеныша они никогда не обидят. Но как только питомцу наскучит общество малыша, ищите животное в другом конце дома. Излишнее дружелюбие часто становится настоящей головной болью для хозяина. Ушастый метеор готов подбежать, виляя хвостом к первому встречному, и увязаться за ним, что делает биглей одними из главных потеряшек среди малых гончих. Будущий владелец должен быть готов к ежедневным прогулкам с пробежками и активными играми. Если этого не делать, четвероногий друг в один прекрасный день до основания разнесет квартиру на фоне скопившейся энергии. За уживчивость с другими питомцами пес получает натянутую троечку. Если с хвостатыми сородичами общий язык найти еще удастся, то кошки воспринимаются прямым конкурентом. Грызуные птицы тоже могут быть в опасности. Бигли столетиями учились их убивать. Бигль порода, о происхождении которой до сих пор известно немного. Историки считают, что предки биглей впервые появились на территории Англии вместе с кельтами. Их разведением издавна занимались валийцы жители Уэльса. Письменные источники упоминают о том, что король Эдуард Исповедник очень любил охотиться со своей маленькой ушастой гончей. Безусловно, это не был современный бигль. Речь идет о небольших пятнистых гончах, которые в 15 веке повсеместно встречались в Европе. Бигли содержались ворами, и каждый владелец сделал все возможное, чтобы его собаки отличались от других и имели уникальные особенности. При этом издания 18 века указывали на существование двух внутрипородных типов – более тяжелого и коренастого южного бигля и быстрого высоконогого бигля северных областей. Кроме них встречались фокс-бигли, напоминающие фокс-хаундов, карликовые бигли ростом до 20 см, а также жесткошерстный интерьер бигли. Но несмотря на все положительные качества биглей и роль семейной собаки, не стоит забывать, что это в первую очередь охотничья порода со своими особенностями в поведении. Но даже среди охотничьих пород бигль, пожалуй, самая добрая, дружелюбная и жизнерадостная из всех гончих пород. В то же время бигль – это универсальный охотник. До сих пор бигли успешно используются для разнообразной охоты по всему миру. Палестинцы ходят с ними на шакала, жители Шри-Ланки – на кабана, скандинавы охотятся с этими собаками на оленях, а европейцы на кроликов, фазанов, лис и зайцев. Регулярно работающий бигль довольно молчалив дома, много спит, ласков с домашними и доставляет владельцам мало хлопот. Чего не скажешь о собаке, лишенной возможности регулярно охотиться. В этом случае владелец должен обеспечить ей должную физическую нагрузку, если не хочет, чтобы его собака уничтожала дом. Стайная охота – это главный козырь породы. На протяжении веков бигль использовался как охотник по разному зверю – от зайца до косули. Щенка бигля легче воспитывать, чем других гонщих, но это не значит, что дрессировка легкая. Порода упрямая и быстро отвлекается. Но зато бигли самые неприхотливые и недорогие в содержании охотничьи собаки. Хорошо уживаются как в частных домах, так и в квартирах. Но в противовес всем этим замечательным качествам есть и другие присущие многим охотничьим породам, например, излишняя самостоятельность и упрямство. Эту породу также часто используют в качестве служебных собак. У них один из самых совершенных в мире нюх. Таможенные службы, полицейские и военные очень рады помощи этих псов. Они быстро привязываются к своим хозяевам, а полное отсутствие инстинкта доминирования делает их лучшими друзьями для детей. Помимо служебных особенностей и охоты, эти собаки считаются лучшими аниматорами для детей. Они очень любят находиться в обществе детей и могут играть с ними в течение нескольких часов, бегать и прыгать без остановки. Часто бигли даже выбирают ребенка в качестве главы семьи. Крепкое здоровье – одна из причин востребованности породы во всем мире. Эти неутомимые ракеты до старости могут сохранять щенячий задор, а приунывший пес – первый звоночек, что нужно срочно обратиться к ветеринару. Каких-либо серьезных генетических недугов у породы не выявлено. Все нарушения связывают с легкомысленным уходом или неправильным питанием. Дрессировать бигля сложно по двум причинам. Во-первых, это крайне своенравные псы, которых первые месяцы жизни тяжело мотивировать на выполнение элементарных команд. Во-вторых, у них патологическая невнимательность, талант отвлекаться на бабочек или прохожих. К командам рекомендуют приучать уже с 3-4 месяцев, чтобы растущий питомец слышал уверенный голос человека и понимал, кто здесь главный. Физические наказания строго противопоказаны. Размеры пса и характер не позволят ему стать реальной угрозой. А вот сюрприз в любимой паре обуви после конфликта обеспечен. Отдельным пунктом стоит выделить правила проживания с собакой в условиях городской квартиры. Порода отличается повышенной активностью, что неминуемо отразится на бытовых условиях. Будущему владельцу придется пойти на ряд компромиссов, чтобы четвероногий друг жил счастливо, а человеческие домочадцы любили его несмотря ни на что. Например, все провода, тянущиеся через комнаты, должны быть надежно спрятаны за дополнительной оплеткой или убраны в стену. Единожды опробованная на зуб коммутация гарантированно будет перегрызена в ближайшем будущем. С обувью ситуация немного иная. Поскольку это вещи любимого хозяина, сохраняющие его запах, Бигли рано или поздно захочет стащить хотя бы один кроссовок и надежно его припрятать. Выход один – убирать обувь в шкафы с дверцами. Нездоровое любопытство заставляет представителей породы очень быстро вскрывать банки с кремами и различные тюбики. И хорошо, если там будет зубная паста, а не токсичное или ядовитое вещество. Поэтому придется все вовремя убирать на свои места, куда не доберется собака. У Бигли напрочь отсутствует боязнь высоты. Выходя из дома, проверяйте балконные двери, чтобы питомец не спрыгнул, заинтересовавшись пробегающей по улице кошкой. К сожалению, такие происшествия регистрируются постоянно. Друзья, спасибо, что досмотрели до конца. Ваша поддержка в виде лайков очень важна для нас, так что самое время нажать эту кнопку. Также пишите в комментариях, какая порода у вас, какие породы нравятся больше всего и о каких породах вы хотите увидеть новые выпуски. Ну а на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Если было интересно, поддержите видео лайками. Спасибо, что подписались. И взгляните, что мы еще подготовили для вас.